Перед выборами по телевизору на все лады расхваливают достижения 24-летнего правления Путина. В новостях, да и во всех остальных программах. Но мы с вами поговорим про Путина настоящего, без восхваляющей его шелухи, и разберем главные мифы, с ним связанные. Неужели и правда нет других кандидатов, кроме него? Неужели именно Путин, наконец, возвратил величие России и заставил всех ее уважать? Неужели он и правда примерный семьянин и великий геостротек, который стоит на страже всего хорошего и выступает против всего плохого? Ставьте лайк, и сейчас во всем этом мы разберемся. Пожалуй, любимый вопрос российских госсми перед любыми президентскими выборами. А если не Путин, то кто? Вот а кто, если не Путин? Вот скажи мне, кто, если не Путин? Не нравится им Путин? Да Путин все в кулаке держит. Без Путина все развалится. Путин единственный, кто может всю эту махину держать. И это вам, либералам, Путин не нравится. А в России у любого спроси он будет за Путина. Просто вот любому подойди, он скажет, что он за Путина. Вот мужик, мужик, вот скажи, ты за Путина? Якобы в такой большой стране, как Россия, ну просто не нашло из-за все эти долгие 24 года никого другого маломальски подходящего для президентского кресла. И это первый миф о Путине. Тут возникает, конечно, небольшой вопрос. А как Россия-то до Путина вообще жила все эти годы? И как? Даже как-то преуспевала. Но оставим это в стране. Впечатление, что Путин буквально незаменим, есть у многих россиян. Ведь никаких других достойных политиков они попросту и не видят. По телевизору идет один Путин. Чтобы узнать о других кандидатах, нужно лезть в интернет. Например, про массовые сборы подписей за Бориса Надеждиной или про попытку выдвинуться Екатерина Дунцова и по Первому каналу не рассказали. Даже тех кандидатов, которых АП сама допустила до бюллетеней, до Ванкова, Слуцкого, Харитонова, боятся слишком уж широко рекламировать. А то вдруг избиратели реально увидят в них альтернативу Путину. В Госдуме или Совете Федерации тоже нет ярких независимых политиков, которые бы говорили что-нибудь отличное от Путина. Все они почти единогласно поддерживают его и линию партии. Вся вертикаль власти в России выстроена таким образом, что ярким системным политикам там взяться просто неоткуда. На верхушке власти оказываются не самые талантливые и эффективные люди, а преданные лично Путину, которые никогда и не подумают критиковать или пойти против своего патрона, даже в рамках вполне законных президентских выборов. Им незачем конкурировать с ним. Пока сидит он, сидят и они. И пользуются всеми благами чиновничьего класса. Кандидатов же от оппозиции избиратели тоже редко видят. Ведь Путин злоблаговременно уже долгие годы занимался зачисткой политического поля в России. Те адекватные политики, которые хоть как-то критиковали президента и могли стать ему альтернативой, либо выдавлены из страны, либо посажены, либо вообще убиты. Те, кто остался в условиях военной цензуры и законов об иноагентах, особо рискуют, высказываясь против. Заговоришь о том, что война не нужна, а мобилизованных давно пора вернуть домой, сразу можешь схлопотать какую-нибудь статью или других проблем на свою шею. Критику российская власть во главе с Путиным слышать не хочет. И любого критика, причем как со стороны обычных граждан, так и политиков и даже вполне провластных спикеров, воспринимает в штыки. Но ведь без критики не может быть признание и работа над ошибками, не может быть ротации неэффективных лидеров. А значит, и смены Путина. Власть остается замкнутой внутри себя, без новых кандидатов. Вот и получается, что в массовое осознание власти сами продвигают мысль, что альтернатив Путину вроде как и правда нет. Но забывают при этом сказать, что именно он постарался, чтобы они даже не появлялись. Но даже в таких сложных условиях в России были, есть и будут появляться такие люди, как, например, Навальный или Надеждин, Яшин, Дунцова, которые хоть и не дошли до избирательных бюллетеней на этих президентских выборах, но все же могли бы стать альтернативой Путину. Были в России и Фургал, и Ройзман, и Сарданав, Ксентьева, на избранных должностях. А представьте, сколько еще бы политиков появилось бы в России, если бы не репрессивное законодательство и цензура. Так что ответ на вопрос, если не Путин, то кто прост? Любой нормальный политик будет лучше него. И голосовать действительно есть за кого. Осталось сделать так, чтобы этих людей просто допускали до бюллетеней. Стерильное политическое поле и невозможность граждан независимо развиваться в этой сфере, становиться депутатами, чиновниками, министрами. И это как раз-таки провал Путина, как политика. И провал этот можно будет исправить только тогда, когда он уйдет из власти. Миф номер два. Да, Путин не идеален, но он крепкий лидер, который правит Россией сильной рукой, которая так и нужна стране. И чтобы закрепить этот миф в сознании россиян, из Путина на протяжении десятилетий лепили прям супер-мачо. То он на конях ездит топляс, то ныряет за древними амфрами и их достает. То окунается в проруби, то ведет косяк стерхов. Он и террористов мочит с артирой, и весь западный мир ставит на место одной острой фразой. Путин строит из себя строгого, но справедливого лидера, который иногда может и чиновников поругать за их просчеты. Но где же еще найдется такой же мужественный, такой же храбрый, сильный и по всем фронтам расчудесный президент? Но что мы видим в реальности? Не по экрану телевизоров, а по поступкам Путина и их последствиям. На самом деле Путин довольно труслив. И не любит вмешиваться в открытые противостояния. Что и говорить, если в самой России существуют прям регионы и их главы, которые не подчиняются российским законам. Где Путин все что-то как-то не хочет, ну или не может навести порядок. Речь, например, о Кадырове. Чтобы не вступать с ним в прямую конфронтацию, Путин предпочитает вообще не замечать, что целая республика живет по кадыровским понятиям, где избивают заключенных, журналистов, похищают и убивают людей средь бела дня, устраивают расправы и делают много других незаконных вещей. Глядя на Кадырова, как-то и не скажешь, что всей страной Путин прям реально управляет, да еще и сильной рукой. А нападение на Украину в 2014 году Путин тоже организовал как-то из-под тяжка. Как вы помните, 10 лет назад русских на Донбассе и в Крыму типа защищал совсем не Путин, а вообще-то некие «их там нету» и «зеленые человечки». Как-то совсем не по-лидерски выглядят, не находите? Ну или взять мятеж Пригожину. Во время похода главой чувака Вагнер на Москву было отлично видно, какой из Путина сильный лидер. Он тогда записывал видеообращение, где что-то блеяло предательстве, неотвратимом наказании. Но, по сути, ничего не сделал, чтобы остановить поход чувака на Москву. Никаких легальных последствий для чувака Вагнер тоже не было. Никто не понес наказание за сбитый самолет, 6 вертолетов с российскими военными. Никто так и не сел за госизмену. Как минимум 10 кадровых военных погибли от рук мятежников. Но военный их Путин уважает только в телевизоре. В реальной же жизни никого за их смерть даже не наказали. Да, с Пригожиным в итоге Путин все-таки разобрался. Но стал бы по-настоящему сильный лидер вот так из-под тяжка убивать своего противника, с которым не смог справиться легальными методами. Нет, так поступает только неуверенный в себе преступник, который боится не выстоять против более сильного соперника из-за своей слабости. Если бы Путин был такой сильной рукой, разве он не разобрался бы за целую четверть века с той же коррупцией, с неэффективными чиновниками, проблемами с ЖКХ, экономикой, безработицей? Что можно сказать о президенте, который за 24 года правления так и не решил ни одной из этих проблем? Не наказал воров, не разогнал просиживающих штаны чиновников? Действительно ли он сильный лидер? Я думаю, что нет. Ни с кого Путин не требует никаких результатов, никаких выполнений его указов. Все свои указы он готовит скорее для пиара. И вот на послании Федеральному собранию Путин требует искоренить практику третьих смен в российских школах. При этом даже не ведает о том, что о ее полной ликвидации вроде как уже отчитался министр просвещения. Ну и о какой сильной руке тут вообще может идти речь? Ну или вот особенно любимая в последнее время присказка Путина Россию кругом надули и кинули, и с минскими соглашениями, и с расширением НАТО. Но что же за сильный лидер такой, которого кругом и не один год все вокруг дурили, без всяких на то последствий? Короче говоря, для Путина самое главное это казаться, а не быть. Казаться сильным лидером, который руководит страной крепкой рукой и знает все обо всем, как внутри страны, так и снаружи. А вот, кстати, что он сам говорил про сильную руку в начале своего правления. Ну, прямо как в воду глядел. Вот вы как-то сказали, я процитирую. Нам всем кажется, если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Начала уже? Это я сказал? Да, это вы сказали в 96-м году. Я этого не чувствую. Не душит? Нет. Из второго мифа логично вытекает и третий. Раз Путин сильный лидер, то он и великий геостротег, который поднял Россию с колен и наконец-то заставил весь мир ее уважать. Что ж, давайте посмотрим на внешнеполитические достижения этого великого геостротега. Возьмем период до начала ширкомасштабной войны в Украине. Отношения России с Западом после прихода к власти Путину год от года только портились. Пришел Путин, так сказать, на все готовенькое. Диалог США и странами Европы был налажен. Можно было даже говорить о какой-никакой дружбе. И куда же Путин растратил этот ценный капитал? На место США, Германии и Франции пришли другие партнеры. Северная Корея, Иран, Сирия, Эритрея. Ну, хорошенькая компания, ничего не скажешь. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Россия теряет даже очень лояльных союзников. Например, Казахстан и Армения. Китай же постепенно подминает под себя Россию. Диктует свои условия, которые Путину приходится принимать, исходя из-за отсутствия альтернатив. Запад же сплотился против России и путинской России. И все это мы получили благодаря вот этим великим геостратегическим способностям этого геостротека. Сотрудничество с развитыми странами сошло на нет. А значит, и развитие России тоже. Невозможно стать технологически передовой богатой стране в вакууме. Нужно обмениваться опытом, торговать, да хотя бы разговаривать со всеми остальными государствами. Этого великий геостратег наш лишил сразу после того, как аннексировал Крым. А потом и добил, начав полномасштабную войну в Украине. А значит, и сотрудничество с Западом, развитие России на благо россиян в приоритетах у Путина и не были. Запад был. Ему нужен исключительно как покупатель газа с нефтью. Место для хранения офшорных денег и приобретения домов для друзей. Международные санкции, заморозка активов, неодоразвитая экономика, отток граждан, убыль населения, перспективы долгого восстановления нормальных отношений со всем остальным миром, ну и расширение границ НАТО. Все это стало результатом геостратегического гения Путина. Кто, глядя на это, вообще может сказать, что все это по плану и так и задумывалось. Вся политика Путина, особенно эта бессмысленная и беспощадная война, только еще дальше откидывает Россию обратно в прошлое. И уж если рассуждать совсем цинично, что Россия выигрывает и получает от этой войны? Разлобленные города, десятки тысяч убитых и искалеченных жизней, разрушенные семьи, ненависть соседей, никакой адекватный политик для своей страны такого не захочет. Вот и получается, что по всем фронтам наш великий не рассчитал. Требовал, чтобы НАТО не расширялось, получил еще пару тысяч километров границы с Альянсом. Хотел получать сверхдоходы от продажи природных ископаемых, так он взял и растерял большинство покупателей. Хотел быть независимым, суверенным от всех остальных, при этом попал под влияние Китая. Про Киев за три дня уж вспоминать не хочется. Так может, Путин и невеликий геостратег вовсе? Ну и следующий очередной миф. Если Путин уйдет, то Запад сразу же примется за развалы России и в этом деле очень скоро преуспеет. Только Путин, мол, и стоит на пути этого коварного плана. Ну, для начала, опять же, давайте включим циников. Если бы какой-то коллективный Запад, которого на самом деле не существует как единого актора, ну, допустим, если бы они действительно хотели развалить Россию, то почему же они не воспользовались моментом, когда распался, например, СССР? Тогда разваливать страну было, ну, прям-таки самое время. Россия была слаба, власть неустойчива, как и экономика. Но как-то странно получалось, что Москва, наоборот, получала помощь от Запада, в том числе финансовую. Казалось бы, вот то самое время, когда Россию надо было брать тепленько и разваливать. Но что-то никто этим не воспользовался, а, наоборот, помогал сохраниться. После начатой Путиным войны Россия тоже оказалась в уязвимом положении. Армия отвлечена на Украину. Бери и нападай. Но, опять же, никто из Запада никого разваливать не пришел. Ну и любимый аргумент тут про ядерное оружие вообще-то не работает. Да, оно у России было и есть. Оно есть и сейчас. То есть никакого резона нападать на ядерную державу у Запада нет. Не было и нет сейчас. И это от Путина не зависит. Второе. Если Запад все это время только и мечтал развалить Россию, как нам постоянно говорит Путин, то зачем сам Путин с этим Западом тогда пытался сотрудничать? Причем не только он, но и Медведев. Помнится, еще не так давно они называли Европу главным партнером России, а саму Россию неотъемлемой частью Европы. Опять обманулись в своих ожиданиях? Или их в очередной раз надули? Они приглашали американских президентов к себе в гости и тоже пытались с ними, если не дружить, то хотя бы сотрудничать. То есть, когда это было удобно, то и Европа, и Штаты нам друзья. А когда с Россией перестали иметь дело из-за развязанной войны, стали активнее критиковать путинские режимы самого Путина. Эти страны сразу же стали врагами, которые все эти годы вынашивали коварные планы по разрушению страны. На самом деле, все эти сказки про белого бычка и коварный Запад нужны Путину, чтобы оправдать свою нужность. Если он единственный, кто может спасти Россию от развала, то менять его на нового президента ведь действительно опасно. Вот Путин всеми силами и пытается продвигать этот нарратив и строить из себя спасителя России. По сути, а какие у нас есть доказательства, что Запад реально хочет развалить Россию? Ну, кроме слов Путина и его пропагандистов. План Даллеса, который оказался реальной фальшивкой, прочитанные придворными экстрасенсами мыслями американского госсекретаря Мадлен Олбрайт, реально это показывали по телевизору. Доказательства того, что Запад ненавидит и мечтает уничтожить Россию, вот уже на протяжении нескольких лет создает сам Путин и его пропагандисты. Ведь наличие внешнего врага, который несет прям-таки экзистенциальную угрозу, помогает сплотить общество под властью автократ. Вот Путин и старается, сплачивает как может. И теперь вы знаете, почему этому мифу не стоит верить. А кем еще пытается казаться Путин, помимо молодца, политика лидера и борца? Ну, конечно же, настоящим семьянином, который стоит на защите традиционных ценностей. Буквально человеком в авангарде защиты России от Содома и Гамора. При этом про законную семью Путина мы знаем крайне мало. Жена с ним уже давно развелась, а своих дочерей, известных под псевдонимом «Эти женщины», наш претендент публично и признавать-то не хочет. Что не мешает этим дочерям, тем не менее, получать многомиллионные государственные контракты и регулярно мелькать в телевизоре. Помимо непризнанных дочерей от жены бывшей Людмилы, есть у Путина и побочные дети и жены, которых он тоже никак не собирается признавать и легализовывать. Например, это Светлана Кривоногих, любовница Путина, с дочерью от нее Лизой. Ну и, конечно же, Алина Кабаева, у которой, по слухам, тоже есть дети от Путина. Обо всех этих людях и их связях с Путиным уже давно все выяснили журналисты-расследователи. Но Путин остается непреклонен. Самый главный семьянин страны ходит разведенным и всю свою обширную семью пытается замести под ковер. Ведь в противном случае появится слишком много вопросов касательно их весьма впечатляющего финансового состояния. В демократических странах первые лица страны не скрывают свои семьи, и уж точно не ближайших родственников, тем более жены детей. Уверена, что многие из вас даже знают имя жены или дочери Дональда Трампа. И кто-то даже имя мужа этой дочери, может, знает. Алексей Навальный со своей семьей сделали больше для популяризации традиционных и семейных ценностей, чем Путин. Мы знаем всю семью Навальных. Как их зовут, где они живут, где учатся, что думают. Христианин Путин такой же, собственно, как и семьянин, то есть показушный. В церковь он, конечно, ходит по великим праздникам, обязательно под камеру. Но вот его поступки говорят о том, что ничего святого у Путина на самом деле нет. Убийство политических оппонентов, развязанная война, желание вернуть убийц вроде Красикова на родину, помилование всяческих каннибалов и убийц ради того, чтобы они отправились на фронт. А также вся эта эпопея с выдачей тела Навального матери в очередной раз доказывает, что религия для Путина лишь ширма. В Советском Союзе вот надо было верить в коммунизм. И Путин был прилежным коммунистом с партбилетом. После распада СССР в фаворе были демократы. И Путин говорил про дружбу с Западом, верховенство права, демократические институты. Теперь же он посчитал, что выгоден курс на православие, самодержавие и народность. И вот уже позирует перед камерами в церкви. Если завтра для сохранения власти ему выгодно будет верить в макаронного монстра, Путин, можно не сомневаться, первым наденет дуршлаг на голову. Путин строит из себя воцерковленного человека и ярого защитника традиционных ценностей. Исключительно ради того, чтобы играть на страхах старшего поколения россиян. Многие из них ведь действительно считают, посмотрев ТВ, что на Западе всю власть давно захватили геи-атеисты с трансформаторами. А пропагандисты только и подпитывают их страх. Что, похоже, тоже может случиться уже в России. И если годами навязывать мысль, что без Путина Россия сразу же впадет в блудняк, а всем россиянам на следующий день после его отставки прикажут проследовать на принудительную смену пола, то убирать Путина с поста президенту ну действительно никак нельзя, иначе же смерть. И этот нарратив тоже работает на сохранение Путина у власти. И тоже ничего общего с правдой не имеет. Ну, может, Путин хотя бы защищает интересы России, россияну вот так криво, но все-таки помогает? Ну, здесь совсем легко понять, что и этого тоже нет. За последние 10 лет правления Путина россияне с каждым Новым годом живут только хуже и беднее. Но сравните хотя бы вашу зарплату 5 лет назад и сейчас, и что вы могли на нее купить. И те же показатели сегодня. Легко сейчас обычному россиянину накопить на машину, квартиру, дачу. Особенно, когда цены на продукты и услуги ЖКХ растут ну прям не по дням, а по часам. Куда вы можете теперь полететь отдохнуть? И главное, по каким ценам? Сколько детей вы можете завести без разрушительного ущерба вашего семейного бюджета? Можете ли вы свободно высказываться, открыто говорить о том, что вам не нравится в российской власти, критиковать ее, когда она делает что-то не так? Вы вообще уверены в своем будущем? А вот у кого таких проблем точно нет, так это у друзей Путина, которые за эти 24 года, пожалуй, немногие из тех россиян, которые действительно стабильно год от года живут только лучше и лучше. Вот кто действительно может себе позволить все блага и квартиры, машины, дома, как в России, так и за границей, так это они. Да, санкции немного подкосили их состояние и свободу передвижений. Но Путин им все это компенсировал с лихвой, в отличие от граждан России, которым ничего не компенсировал. Друзьям же он раздавал государственных подрядов, нациализированных заводов с компаниями. Вот и думаю теперь, чьи интересы Путин действительно защищает. Если Путин действительно стоял на страже граждан, а не своих друзей, он бы развивал страну и, прежде всего, человеческий капитал. Пока что хорошо у нас развиваются только газопроводы, которые качают ресурсы на продажу. Но на этом никакая страна далеко не уедет. Для настоящего развития нужны инвестиции, инновации. И, что самое главное, независимые технологические компании. А пока их нет, любые успешные предприятия государства загрепают под свою власть, ну, типа Яндекса. Россия так и будет оставаться скорее сырьевым придатком, который не сможет реально конкурировать с передовыми экономиками мира. Не защищает Путин россиян не только в России, но и за рубежом. Но давайте спросим, например, у жителей так называемых ЛНР и ДНР, которым же тоже раздали российские паспорта, и они стали гражданами. Вот их интересы хорошо ли защищал Путин этих последних девять лет? Мужчины из этих республик первыми мобилизовали на фронт без всяких правил и разбора. Кидали в мясные штурмы. А сами ЛНР вот уже который год находятся в эпицентре войны. Хорошенькая защита, конечно. Не защищает Путин и интересы россиян в других сферах. Неужели наши интересы заключаются в том, чтобы пойти убивать соседей? Рассориться со всем миром, стать изгоями? Нет, каждый россиянин хочет достойной, спокойной и безопасной жизни для себя и для своих детей. И то, что эту жизнь Путину за четверть века так и не удалось устроить, отлично показывает, как эффективно он защищает интересы россиян все эти долгие годы. Может, Путин просто не знает, что на самом деле происходит в стране? Что все эти проблемы идут от неэффективных чиновников? Ну, короче говоря, Путин-то хороший, это просто бояре плохие. Ну, тут вопрос сразу возникает, а кто, собственно, этих бояр поставил на их места? Ну, у нас разве есть свободные выборы? Самые главные чиновники, как на федеральном, так и не на региональных уровнях, друзья, телохранители, охранники Путина, единороссы и во всем лояльные власти господа. Оказаться на своих правящих должностях они без согласования сверху никак не могли. Мы с вами воочию могли убедиться, что происходит даже с самыми эффективными чиновниками, но которые вдруг становятся популярнее путинских ставленников. Ну, вспомнить, например, того же Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края. Он был руководителем, что-то там пытался делать, его действительно любили хабаровчане. Однако Путина это никак не волновало. Фургал в итоге оказался в тюрьме. Вот что происходит у нас с хорошими боярами, ну или теми, кто хотя бы пытается. Ну ладно, допустим, что действительно бояре плохие. Но почему тогда для них нет наказания? Почему эффективные чиновники во власть не допускаются? Можно же было за 24 года как-то улучшить систему отбора этих самых бояр. Как говорится, или ты сильный лидер, который может разобраться с плохой работой чиновников, или нет, если этого ты не можешь сделать даже за четверть века. На самом деле, ничего из этого не сделано, потому что Путину не нужны эффективные управленцы. Отбор во власть отрицательный. Ведь выбирают прежде всего по критерию преданности лично Путину, а не квалификациям. И во голове этого клана плохих бояр стоит именно он, тот, кто выстроил всю эту систему. Вот так и получается, что если даже неглубоко копнуть, то в поступках Путина и в его личных отношениях с друзьями и родственниками, то идеальная картинка, выстроенная пропагандой, быстро начинает меркнуть. Будь Путин самым успешным и продуктивным президентом, чего и в помине нет. И то его нужно было бы менять, потому что ни один человек не может сидеть у власти почти четверть века. Но он сходит с ума. А конкретно Путина менять надо и подавно. Учитывая то, что за все время своего правления он делает россиянам и России только хуже. Без Путина у нашей страны действительно появится шанс на прекрасное будущее. И первый шаг к нему – прийти на выборы. В бюллетене, увы, не будет идеального кандидата, которого можно было бы легко выбрать. Но есть трое других, у которых фамилия не Путин. Один из них – Владислав Даванков, самый молодой. Он, конечно, невзрачный, абсолютно человек системы, никакой не прям оппозиционер. Но так уж вышло, что из всех них он говорит наиболее человекообразные вещи. Главное, он говорит про мир. Я решила, что буду голосовать за него, чтобы выразить свой протест и продемонстрировать, что я хочу другую Россию. Без войны, коррупции, нищеты и без Путина. И вас призываю сделать так же. Конечно, гарантии успеха у нас тут нет. Но мы не можем сидеть сложа руки и даже не попытаться. В конце концов, у нас еще есть целая неделя на агитацию. Давайте вместе попробуем собраться, сагитировать близких и проголосовать. Мы от этого точно ничего не теряем, но, возможно, сможем приобрести. Пусть там наверху понервничают, а там посмотрим, что делать дальше. Приходите на выборы. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова